Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Азборова. Я из школы номер 3. И я 11 лет. Мы имеем идея, как помочь людям с обеспечениями, и помочь им при помощи внутренних животных, которые находятся в апартаменте. У нас есть устройство, которое самостоятельно обеспечивает воду. И, если необходимо, это устройство может быть контролировано на дистанции. Как это выглядит? Мы построили устройство с микро-компьютером Ардуино. Мы пришли с кем-сенсор с кем-сенсором. И с кем-сенсором. Сенсор. Also, to Arduino, we connected a water pump relay. We want a proper for managing waterings from a computer. Everything works automatically when the controller notices that the earth is dry. It shows on the water pump and water the plant. We can now be impacted by people with disabilities. We consider it's very important to the projects that help people. We did not find similar devices on the internet in this direction. They are ready-made irrigation systems of plants. We expensive and difficult to use for people with disabilities. Our invention is better because it's much cheaper and easier to manage. We want to refine our device by making him a one-piece put. With built on electronics, we want to try to automate a garden of smoke. Not so that a person can manage it. We want to plant plants in water and dip remotely. We are testing our logic. Let's try to keep it. Let's try them on. All right. Do you want to learn the Russian? Let's try them in Russian. И в случае необходимости этим устройством мог бы управлять человек на расстоянии. Как это выглядит? Мы подключили микрокомпьютер, точнее мы собрали самодельное устройство, которое дали название «маленький помощник, хороший друг», или коротко «литл хелпер». Это устройство содержит в себе маленький микрокомпьютер от дуина. То есть вот. Крытым контроллером мы придумали схему подключения датчиков. Мы подключили датчик влажности воздуха, датчик влажности земли, датчик температуры и датчик влажности. Также к плате мы подключили устройство, которое управляет системой подачи воды в растения. Помпа и рельеф включения помпы. Вот здесь вот. Дополнителем мы установили освещение для цветка. В микрокомпьютер мы написали простую программу, используя примеры из документации по тем датчикам, которые мы подключили, немного доработали ее для того, чтобы выводить информацию на экран компьютера. А так, с возможностью управлять поливом и освещением. Все данные из датчиков поступают на наш микрокомпьютер. Следующий слайд. Следующий слайд. Все данные из датчиков поступают на наш микрокомпьютер, который следит за состоянием земли. И если земля недостаточно влажна, включается какой-то автоматический полив растений. Если по какой-то причине отказал датчик, то можно вручную его включить, то есть самостоятельно. Тем самым сохранить растения, даже если в системе будет убой. Некоторые из датчиков мы сделали полностью самодельными, так как на момент создания проекта у нас не было готовых экземпляров или вариантов. Мы знаем, скажут спасибо, люди с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что это устройство, точнее наша идея, понравится им. Следите за своими растениями, которые следуют своей красоте. Радуют их своей красотой и ощущают воздух в портфире. Мы считаем, что проекты и идеи, которые помогают нам людям, особенно людям с ограниченными возможностями, всегда востребованы. И самое время об этом напомнить всем на примере нашего небольшого проекта. Мы не нашли в этом этих подобных устройств именно такой направленности. Есть готовые системы, но они очень дорогие и сложные в использовании людям с ограниченными возможностями. Наше изобретение изначально разрабатывалось как помощник для людей с ограниченными возможностями. Чтобы они могли без труда следить и управлять автополивом. Не покупая лишние или дорогие детали. Или устройства. А просто подключив наш проект к компьютеру и запустив программу. Мы хотим доработать наше устройство. Напечатаем для него специальный корпус на кодеке, в котором уже будет строить датчик влажности, датчик влажности воздуха и подсветок. Останется только подключить проводок от компьютера и управлять систему. Чтобы добавить больше параметров, которые бы позволяли самым лучшим способом поливать суток. При этом экономим воздух, в принципе, платить человеку. Когда мы посетили свои идеи на нашей школе, мы попросили учительницу в нашей классе подключить этот автополив. И посмотреть, как он будет работать. И если все хорошо, или нужно что-то доработать, или переделать. И в итоге, да, что он сказал? И в итоге, я сказал. Идем в проекте, который называется. Все? Рассказала мне? Да, я сказал. Все, давайте Федору вам аплодируем. Федор, спасибо. Спасибо, Григорий Саранович. Мы будем его еще послушать. И вопрос вчера в жюри Игорь Валентинович первый задаст. В этом году прямо автополивый тренд нашего конкурса, как я понял. Федор, я тебе раскрою трестную тайну, не только инвалиды будут этим пользоваться. Я для тебя его помню бы вот прямо сегодня. Потому что у меня есть конца, я часто ищу в командировке. У меня есть такая штука даже с программированием. И чает там в том, что с программированием работает не очень хорошо. Там больше трех, там ты вставляешь тайминг, сколько он поливается, там, периодичностью. Это все происходит плохо, оно работает. Поэтому ключевое, вот такие есть, эти устройства реально дорогие. Там без разницы инвалиды, ты или нет, ее на бутылочку накупил, и все просто. Поэтому ключевое, вот если дистанционно оно будет работать, вот это, ну вот, я бы точно тебя сразу купил, но и, наверное, там, с точки зрения там компактности. И вот у нас, мы выяснили, девушка-дизайнер есть, с ней поработали, это было вообще замечательно. Спасибо большое, Игорь Валентинович. Вот уже первый к покупателю. Игорь Валентинович, да, первый кризиске есть. Антон? Да, я вот, конечно, Игорь Валентинович молодец. Но это жизненно просто. Игорь Валентинович, это, как-то для более актуального устройства. На самом деле, Фредер, я как-то вместе с тобой этим вопросом тоже интересовался. И, как бы, смотрю в твоем проекте, не хватает чуть-чуть с одним исследованием. Вот, я тебе хочу сказать такое. Я как-то провел это исследование и на живом, как бы, примере. То есть, у тебя на водняках, это называется, что человек с ограниченной возможностью, потому что тяжелой человек, он живет один, правильно? И мне, какому-то помочь полить растения. Вот, и когда я увидел свою тему, это то, что люди с такими вот проблемами, когда они у нас одни, они заводят много растений, и мне, как бывает, звонят своим родственникам или соседям, помогите полить растения. Не по той причине, что им надо полить растения. К сожалению, эти люди страдают от одиночества и мне с ним общаться. Вот, поэтому мы, может быть, предоставим эту возможность обливать растения автоматически, но мы можем их еще более покрыть в том, что мы проблемам немножко в другом. И они бывают доводят даже домашних животных, для того, чтобы мы были хоть с кем-то пообщаться. С растениями не так, возможно. Можно интегрировать просто Алису или Сирию вот в эти запретения. Да, возможно, надо как-то немножко добавить интерактива. Не будем отвечать, но вот, я думаю, что у тебя хорошее запретение, конечно же. Но вот Игорь Валентинович нашел нашу. Домашнее животное автоматически, может, к счастью, может, к сожалению, она такая популярная и много проектов, готовых в интернете выложено. Но знаешь, каких я не видел? Я не видел такого проекта, который был бы, скажем так, модульный. То есть у меня горшочки в разных комнатах. И мне бы хотелось, чтобы у меня была такая централизованная станция полива. Я люблю цветы, у меня же, наверное, люблю цветы. У нас точно клуб здесь, бонсай, да, у нас фиалки, вот фиалки растим. И мне хотелось бы, чтобы, знаешь, такой один центр управления, и несколько исполнителей. Исполнители очень простые. Их команду отправляют, они, допустим, клапаны открывают, или насосик включают, поливы выключили. И такой центр полива цветов для дома. Потому что полив всем по-разному нужен, да, там там пусто столько, этим столько. У нас такие исполнители маленькие из капсулы скажут, да, ну, уехал я на две недели, вот там две недели там запас воды. Вот подумай насчет того, такой неденежью, такая поливная станция для больших, особенно сейчас же еще модно домами устроят, двухэтажные, мансарда. И чтобы у тебя был один центр, который управляет этими поливателями, мне кажется, еще интереснее было бы, что с одной точки сразу невозможно прожить. А если, ну, что-то еще и животное будет хранить с одного центра, там где-то до запаса стоит, и рыбкам сыпать, да, то у тебя, получается, бизнес такой, знаешь, капитализация быта. Уехал человек, командировку, ты купил модуль для собаки, а там корм сыпет. А тот, кто гуливает. Если девушка будет гуливать, то вообще солны. Молодец. Спасибо, на сущном, как говорится. Кто еще хочет задать вопрос или пожелание сказать нашему участнику, нет? Пожелание есть. Мы очень хорошо изучили твою группу сзади. Постарайся все-таки, когда рассказываешь, мы не расстроились. Никто, ты молодец, абсолютно все. Но мы хотим очень тебя посмотреть. Ты же такой молодец, слышишь, твое устройство ты его принес. Лицо. Как бы ее? Мы ее делали с подругой, просто она сейчас может приедет. А, и оставила тебе, чтобы ты поливал. То есть ты заговорил сегодня? Ну, видишь, тем более молодец, тем более мы хотим тебя видеть. У тебя такая сложная задача за двоих сегодня. А у вас какое разделение было, Ролик? То, что делал? Магури. Одно и то же вы делали. Ну, может быть, кто-то в чем-то больше, кто-то корпусом больше занимался, а кто-то программой. Ну, корпусом мы вместе вроде занимаемся. А программу кто писал? Программу. Вместе вроде. Вместе. То есть у вас абсолютно дублирование, да? Если кто-то вдруг уехал в командиропу, второй четко отстоит в честь проекта. Все, спасибо. А, еще одно пожелание. Фетя, я думаю, у тебя классный проект. Ты знаешь, я подоживаюсь. Ну, такой совет может быть. Попробуйте найти человека с ограниченной возможностью. Может быть бабушка твоей, твоей подруги. И почаще к ней ходите. И она вам даст тот хороший совет по улучшению этого проекта. И будет весело. И вы сможете его заработать. Вы все сообщения. Мы с вами пообщаемся. Аплодисменты Федору. Мне понравилось. Живой не круче. Спасибо большое. Я приглашаю всех участников, которые сегодня завещали свои проекты сюда.